Попытка выжить просто правящему классу. Сейчас ходит такая, в принципе, достаточно экстравагантная легенда, что Александр Григорьевич нужен именклатуре белорусской для того, чтобы когда объем долгов внешних до синкретической точки, то белорусы, как умеющие учиться люди, хотя не желающие, не любящие этого, даже в народном фольклоре фигура больно шустрого, больно умного, стремящегося к знаниям, не очень-то фаворе, что именклатура сыграет, как сыграли польские товарищи в эпоху рассвета солидарности, поменяв коммунистическую систему в Польше на долги, которые списал Запад. Там нет десяток миллиардов тех долларов, более дорогих, чем сейчас было списано. То есть, те долги банка, которая не могла выгласить новая демократическая Польша, выгласили западное правительство. Они снова вступали гарантами, кстати, этих долгов. Они знали, как играть. И поэтому сейчас, в принципе, ситуация намного проще. Менять строя не надо. Он устраивает практически всех. По крайней мере, формально. Олигархи наши недоразвиты, это точно. И в данном случае не надо менять систему. Не надо менять собственников. Не надо менять соцпорядителей. Достаточно пожертвовать одной фигурой. Зато какой красивой, символической и знаковой. Поэтому, ну, я считаю, что это экзотическая версия. Но, по крайней мере, о механизмах того, как могут возразиться события, она может стать вполне четко. И поэтому реакция Александра Григорьевича на такие болезненные ситуации, которые были для него лично на 12 сентября, вполне понятна. Он прекрасно понимает, сколько он сейчас стоит. Я полагаю, что вот в истории мира наиболее успешной в этом плане царица была Клеопатра, которая умудрялась очень мощный ресурс получать из Рима. Но ей приходилось платить своим телом. Александр Григорьевич получил намного больше внешние инъекции, ничуть не умаляя свою достоинство. Скупые мужские поцелуи с Борисом Николаевичем. И скупые объятия с Владимиром Владимировичем и Дмитрием Анатольевичем. В этом плане, я считаю, что он в истории человечества будет заниматься в этой иерархии, безусловно, первое место. И столь дорогого и в буквальном, в фигуральном смысле политика, 20-й век, ну, по крайней мере, на начале 21-го века, он, верее, качество не видит, потому что на нем слишком много завязано. Да, и, соответственно, ну, окей. То есть, но все его вот эти вот так называемые долги, и реальные долги, и обязательства, по большому счету уж, они больше в Москве, чем в Русселе, скажем так, или в любой из столиц. И тогда на Минкулатуре придется что-то такое уже предложить Москву, чтобы это откупило, если что ее интересует. Дело в том, что, понимаете, и на Западе, увы, и в Москве, ах, политики осуждают во многом под воздействием отмороженных военных ястребов. И поскольку они считают многие планы по количеству прихваченной территории, Блиссерега владел, ну, единицей в истории человечества вояк, тоже гудерян, может, еще пару фигур, то поэтому вполне возможно, что Запад переструктурирует белорусские долги России даже на свой счет, тем более суммы там, по большому счету, не очень большие. И в Москве не будет другого выбора, кроме как утереться. Деньги вам отдали, что вы еще хотите? Оставить что-то 3 миллиарда или 5 миллиардов для Европы хотя бы, не говоря про Америку, если она дает вам 110 миллиардов на Грецию, это вообще смешные суммы. Другой вопрос, который лично меня не то что беспокоит, но озадачивает. Ведь поймите простую штуку. Пока белорусская оппозиция строится так, как она строится сегодня, она ведь может участвовать в каких-то выборах только за счет инвестиций из-за рубежа. И поскольку за этим пока не стоит конкретное правительство, я не думаю, что Кремль напрямую хотел скинуть Лукашенко, я не думаю. Любой инвестор, кем бы он ни был, даже если ему дали поиграться в какие-то фантики, там миллиарды долларов, он должен прикинуть, вот я инвестировал в белорусское дело. На чем я буду эти деньги отбивать? Отбивать их в Беларуси сейчас буквально не на чем. Если сейчас по-тупому, впрямую, через экономические механизмы, отбивать политические инвестиции, то Беларусь останется без штанов. Отбивать можно геополитически, разворотом в плане идеологии, в плане внешней политики. Это другие вещи, будет страна распрощитываться другим. Услово говоря, внешнеполитической модой, которая будет доминировать в белорусском МИЗе. А поэтому, что непосредственно инвестиции отбиты быть не могут, страна нищая. Страна довезена до ручки, это внешне все это выглядит благовестойно, но фасады всегда здесь красивые были, а изнанка домов, даже вспомню дома на проспекте независимости, фасад красивый, изнанка, но голый облезлый кирпич, даже в самых домах в центре города, в самых престижных домах. Я хорошо это знаю, потому что видел это неоднократно. И в этом отношении именно поэтому наша в Белоруссии оппозиция в ее нынешнем виде обречена. Многое не дадут, потому что она не сможет их отработать, физически не сможет. А мало это только, скажем так, поиграться, чтобы немножко наворовать на наклейках, на налепках, на листовках, на чем-то еще. Поэтому нынешний формат белорусского оппозиции опекула еще и потому, что она требует денег, но столько, сколько ей надо, ей не дадут. Честно говоря, я вообще не считаю нынешние силы оппозиционными и нынешнюю оппозицию силой. Это ни то, ни другое. Вопрос в том, что это реально результат осуществленного разделения труда. Когда пытались в конце 90-х годов цивилизовать Лукашенко усилиями миссии Вика и всего того, что с ней было связано, уверен, что миссия Вика была только верхушка айсберга, там были более серьезные игры, более серьезные разговоры. Когда была разогнана и физически вытеснена оппозиция относительно реальная, ну как, условно говоря, господин Гончар, не зная его судьбу, как многие из тех серьезных дядей вокруг него Лукашенко, которые сейчас обитают в Москве, то тогда, я полагаю, одновременно с тем, как пытается издать Лукашенко, был запущен и параллельный проект под него же. Это нынешняя оппозиция. То есть, американцы и европейцы под своей привычной моделью создавали две партии. Одна партия – это то, кто окружает тогда батьку Александра Григорьевича. Другая партия – те, кто не слишком этим доволен, имеет достаточно амбиции, чтобы присылать на какую-то конкурирующую роль. И оказалось, что все из этого получится. Но проблема в том, что конструкторы вот такой модели двухпартийной, ну, условно говоря, двухпартийной, не учли одного, что если одну партию представлял человек, безусловно, талантливый, я убежден в том, что это первый политик с большой буквы на белорусской древе, публичный политик, потому что то, как он вначале обращался к людям, разговаривал с людьми, то, как он обращался к интеллигенции, то, как он обращался к народу, это было на уровне хорошего пилотажа, то оппозицию создали из такого непонятного набора интересных субъектов, как говорится, я тебя слепила из того, что было, что эти люди оказались явно не в состоянии конкурировать хотя бы на равных с господином Лукашенко. То есть, в данном случае, проект Лукашенко двухпартийный удалствует в одном измерении. Это сам Лукашенко и его окружение, которое он тащил на себе, постоянно играя с разными картами. Оппозиция ухитрилась перессориться, ухитрилась не раз опозориться. Что касается нынешней ситуации, наиболее технологичным и правильным будет, когда определенные фигуры уйдут в ранг икон великомучеников и символов, тем более, что, боюсь, очень боюсь, в этом им белорусский КГБ поможет, тем более, здесь же достаточно канонизировав, вернее, закрыть пол десятка человек, если сам их канонизировать. Понимаете, вот даже здесь настолько деликатна нервна наша интеллигенция. Нельсон Манделла просидел там три или четыре десятка лет и в итоге стал хозяином ЮАР и вывернул страну наизнанку. Испортил. Я думаю, сейчас Запад уже очень недоволен, что приходится терпеть ситуацию в ЮАР нынешней. Это хуже, чем ЮАР в какой-то там российском режиме. И поэтому почему-то вокруг Манделлы была поддержка, уменьшённое возмущение, но сидел и сидел. И ждал своего часа. Сейчас, ну, понятно, что это очень неприятная штука. Тем более, что Александр Андреевич ведут и диабет, как говорят, и это, конечно, не самая приятная вещь. Но, тем не менее, политика – это всегда вещь рискованная, тем более в авторитарной стране. Это во-первых. Поэтому эта идея, что надо будет здесь слой символов, которые потом никогда не будут допущены к реальным рычагам, а в лучшем случае будут давать советы, которые можно принять, может быть, не принять. Во-вторых, это, безусловно, политики оппозиционные должны уходить на пенсию, как балерины в 35-40 лет максимум. За это время, ну, почему они уверены, что им должно быть 20 шансов на реванш в шестой и пятый раз? Ну, в боксе бывает второй реванш. Но это игроки уровня какого-нибудь Мохаммеда Али, и там Формана или Фрезера. И в этом отношении, мне кажется, на реальные должности с рычагами воздействия на что-то должны двигаться новые кадры, новая генерация. Ну, в принципе, из-за Милинкевича такую эволюцию пережил Белорусский народный фронт. Но при всем уважении к ОГП, Лебеськ, он толковый человек, но он уже 15 лет на своей должности. Столько же приятно сидит Калякин. Ну, я как-то не вижу в этом особого примера для подражания. И чем эти люди в своей миниатюре отличаются Александр Григорьевич в конце концов. И поэтому здесь, мне кажется, что будет оппозиция серьезно переформатирована, дай бог, потому что сильная оппозиция нужна в первую очередь Лукашенко и его окружению. На что щука в море, чтобы карась не дремал. Потому что он должен, наконец, получить реальный ресурс объяснения власти, что он далеко не всегда бывает права. И если появится какая-то организованная, вменяемая оппозиция, то будет Лукашенко, кстати, выказывать, что он не против этого. Даже вот эти заходы по отношению к Костусеву говорят о том, что он не чушь каких-то таких вот игр, или, по крайней мере, делает такой вид. Ведь только в таком режиме может получить какие-то дискуссионные площадки, на которых будет обсуждать серьезные проблемы Беларуси. Ведь на сегодня, если кто-то имеет свою модельную, системную схемку, что делать, где он может ее предъявить? Кому? При всем моем, скажем так, хорошем отношении к возрасту Академика Рубинова, ну, скажем прямо, он давно уже намного отстал от времени. Я тоже понял, что сам Лукашенко отправил его дорабатывать на пенсию самопочетную в Сенат. И я пока не вижу, что нынешнее окружение Лукашенко само по себе способно сгенерировать что-то позитивное. Им нужно, чтобы их постоянно подкусывали, пригоняли, и тогда будет какой-то результат. Потому что если думать о стране, а не фигурах, которые собираются ее возглавлять, то здесь важна не фигура там. Просто сейчас все концентрируется на Лукашенко по ряду причин. Надо же думать о стране, которая на сегодняшний день все быстрее утрачивает всякие признаки вообще какого-то государства. Мы превращаемся опять в территорию, которая непонятно вообще, как и под кем будет существовать. И это самое неприятное. Вот, извините, вот последняя такая, вот когда у нас любят социологи считать там 40% белорусов хотят в Россию войти, 60% в Евросоюз и замеряют западные и восточные векторы настроений. Я это импортирую так. 100% населения настолько надоела нынешняя власть, что они готовы уйти под кого угодно, хоть под черт и строгами. И это будет не худшая интерпретация этих цифр, чем делают нынешние оппозиции или власти, или кто угодно еще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова